Доброе утро! Ах, какая прекрасная балеринка была у нас в студии! Можешь ли ты повторить... Вот! Добавляй воздуха в кисти, а как иначе? Саша сегодня утром точно стал лучше, немножечко грациознее. Сто процентов! Скажи мне, пожалуйста, ну вот четверг, что за день такой, ты знаешь вообще? Конечно, день премьер. Вот, ну да, когда это было актуально, но сейчас... Когда работали кинотеатры, когда мы все в те давние времена. Все равно у нас у всех наверняка греется где-то в глубине сердца надежда, что скоро кинотеатры распахнут свои двери, и мы хлынем туда рекой, чтобы смотреть новые фильмы. Ну а пока остается только их обсуждать. Вместе с кем? Нашим кинообозревателем Андреем Куликом. Доброе утро, Андрей! Доброе утро! И сегодня действительно день премьер, в частности, в российском прокате, стартует французская романтическая комедия «Хэштег я здесь» в одно слово. Я здесь! Жэ... Все, я больше не знаю дальше, что на русских... Там Алян Шабал в главной роли. Он играет уже немолодого человека, шеф-повара семейного ресторана, где они вот всей семьей работают. И проблемы с женой развелся, с сыновьями натянутые отношения. И он в интернете знакомится с корейской художницей. И он понимает, что они родственные души. И он говорит, так, все, рестораном занимаетесь сейчас сами, я поеду посмотреть на... в Корею на цветущую вишню. На самом деле он едет к ней. И пишет ей, я здесь. Он прилетает, и он надеется, что она его встретит в аэропорту. А она пропадает с радаров. И он несколько суток в этом аэропорту... Подвешенном состоянии. Не знает, что ему делать. И заходит в кафе в аэропорту и говорит тамошнему шеф-повару, я из Парижа, я шеф-повар. Давайте я вам покажу, как я готовлю вот такое-то блюдо. Его пускают на кухню. Он делает... Все в восторге. И он там с этими ребятами подружился. А потом с ним начинают селфиться люди. Подходят и говорят, это же вы. Можно с вами... Оказывается, кто-то выложил его историю в интернете. Весь мир знает его под ником французский любовник. Вот человек из Франции приехал к любимой женщине в Южную Корею. И я не скажу, чем закончится. Но вот вы ее видите, эту корейскую художницу. Весь мир за него переживает. Встретятся ли они или не встретятся? Что у них там получится? И дети... А все действие в терминале происходит? В аэропорту? Ну, большая часть. Большая часть фильма. Вот именно вот этот французский любовник живет в этом аэропорту. В надежде на встречу с этой женщиной. Но девушка очень красивая актриса. Поэтому ради нее можно и слетать. Хорошо, что еще? Фильм «Добрые люди посоветовали». Я его в прошлом году прозевал. Но его не было в нашем прокате. У нас его назвали «В погоне за Бонни и Клайдом». Это не имеет ничего общего с оригинальным названием. Она переводится как «Мужчины...» «Хайваймен». «Бострый мужчина». Там Буди Каррельсон, Денис Куэд, если я не ошибаюсь. Нет, это Севин Костнер и Кэти Бэйтс. Дело в том, что мы знаем историю. Много фильмов про них сняли. «Бонни и Клайда». Это в 30-е годы была такая парочка грабителей банков. И есть классический фильм Артура Пенна, который выставляет их романтиками, Рубин Гудами. Здесь история рассказана с другой стороны. Эти люди оказываются совершеннейшими отморозками, которые, не задумываясь, пускают в ход оружие. И ни в чем не повинные люди гибнут от их рук. И это просто серийные убийцы, которых надо как-то остановить. И тогда губернатору, вот ее играет Кэти Бэйтс, советует, давайте обратимся к техасским рейнджерам. Она говорит, что у нас 19-й век, что ли? 34-й год на дворе. Какие рейнджеры? А полиция не справляется, что делать? И вот этих пенсионеров, которые давно отошли от дел, рейнджеры в отставке, им говорят, ну помогайте. И у них нет никакого желания вообще охотиться, убивать и так далее. Но надо, они потому что видят, что люди гибнут, ни в чем не повинные. Дети становятся сиротами, женщины становятся вдовами. Надо что-то делать с этими ублюдками. И они выходят на тропу войны и начинают охоту на этих негодяев. И только в конце мы их, вот Бонни и Клайд, это видим. А весь фильм это с точки зрения вот этих рейнджеров. Как они должны остановить убийц? Вот, потрясающая картина с великолепными актерами, захватывающая. И я уверен, что кто посмотрит, скажет спасибо. И романтика 30-х годов прошлого века, она как-то по-прежнему актуальна. Она не выходит из моды уже несколько сезонов. Снимаются сериалы, снимаются фильмы. И мы все время вокруг этой гангстерской темы. И законов спекизи, вот этого всего сухого закона мы находимся. Ну и напоследок... И напоследок романтическая история от Ксавья Долана. Его называли канадским кино-вундеркиндом, потому что он сразу с первых картин стал на крупнейших фестивалях получать награды. Он сценарист, режиссер, монтажер, композитор, актер. Вот. И это его новый фильм, Матиас и Максим. История... Ну, я сразу скажу, он не скрывает этого, всем известно. Он открытый гей. И это история про двух парней, которые дружат еще со школы. И они друзья. Но вот как-то они собрались, одной компанией, и их приятельница, она снимает короткометражный фильм. И она просит помочь по дружбе, не за деньги. Вот просто, ребят, нужны люди, которые, значит, примут участие в моем фильме. Снимитесь? Конечно, снимемся, да. Ага, но только вот по сценарию вам надо поцеловаться. То есть как это? Ну, вы любите друг друга. И вот после этого поцелуя их жизнь очень сильно меняется, потому что они начинают понимать, что они действительно любят друг друга. Они просто себе как бы в этом не признавались. И это такая трогательная, без пошлости абсолютно, без какого-то там натурализма. Вот эта история про двух взрослых мужчин, которые должны открыть в себе что-то новое. И их жизнь вот уже никогда не будет прежней, благодаря вот этому поцелую в короткометражке. Очень советую. Это фильм, который, я думаю, даже гомофобом можно смотреть, потому что это очень здорово снято. Андрей. Три совершенно разных картины. Абсолютно. Впереди выходные. Я думаю, что есть чем заняться для всех родителей. А в какой последовательности ты... Но меня заинтересовала первая картина. История любви, терминал, Корея, Франция, повар. Идеально. Андрей, как всегда, огромное спасибо. Приходите к нам вновь и вновь. Ждем с новыми оценками на различные картины. У нас впереди небольшая рекламная пауза, после которой, дорогие друзья, мы встретимся с замечательной, прекрасной рубрикой, которую будет освещать Ксения Анташова. Напомню, как называется. Нарочно не придумаешь. Будет весело. Оставайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...